Всем привет, дорогие друзья! У Жени Доктор на связи и сегодня мы начнем с биткоин обзора, а в конце видео я сделаю трон обзор. Ведь вчера битторент помпанулся на 30% потому как запартнерился с Huawei и знаете как, возможно какие-то отголоски попадут на трон и мы его оценим также еще с технической стороны. Ну в общем-то давайте по порядку. Вчера, во вчерашнем видео мы с вами анализировали график цен биткоина и в первую очередь мы рассматривали одну очень интересную идею, Идею, которую я скоммуниздил с канала ММКрипта, она мне очень понравилась. Идея закрытия дневных, недельных и месячных баров выше исторических максимумов за периоды прошедших халвингов. Когда биткоин обновлял и обновлял свои максимумы и вот был определенный буллран, после чего вот снижение, вот как мы имели там почти последние три года по биткоин в итоге добирались до той же отметки, как мы сейчас на максимуме историческом. И каким образом в итоге эти свечи пересекали эти границы. Если вы то видео вчерашнее еще не видели, то обязательно его смотрите. Я его оставлю в описании, в первом комменте и вот тут будет в подсказках вообще-то. Вот и там мы в общем-то, я корот скажу, определили, что очень часто, по крайней мере на протяжении всей истории, мы видели ложные пробои исторического максимума как раз таки на дневных графиках. Мы видели на недельных графиках, но мы не видели на месячном таймфрейме ложных пробоев. То есть, как только мы видели закрытие месячной свечи выше исторических максимумов и открытие новой свечи также выше этих уровней, мы сразу же видели некий буллран. Также я вчера отметил, что хоть и максимум на разных биржах примерно составляет 19600-19700 долларов, я имею ввиду исторический максимум 2017 года, следует все-таки принимать во внимание не этот уровень, а чуть-чуть повыше, а именно 20 тысяч долларов. Потому как именно эта цифра, она максимально близка и психологически она сильнее, чем 19700. А так как она достаточно близко к этому уровню, то следует все-таки принимать во внимание именно 20 тысяч, уровень 20 тысяч долларов. Поэтому эту желтую линию можно было бы сместить вот сюда, в плане месячного бара, я имею ввиду. Поэтому, открывая месячный бар, так как у нас сегодня первое число, я, кстати, поздравляю всех с первым днем зимы. Поэтому нам следовало следить за уровнем закрытия месячного бара и открытия. И по итогу, вот даже если брать тот старый уровень, да, то мы находим, ну если брать это, по-моему, это, да, это биржа Bitstamp, то это 19666. Ну вот здесь вот аккурат прямо на этой границе. Открылся бар примерно на этом уровне, даже не выше его. Потом какой-то непродолжительный период, по всей видимости, там, в течение какого-то часа, может быть, цены поднимались до 19900, но так и не преодолели 20 тысяч. То есть мы не получили того самого, мы ждали ночью, это было вчерашнее видео, очень важно, что нужно было ночью быть у мониторов и быть готовым к развитию совершенно другого сценария. Когда месячный бар предыдущего месяца, ноября, закончится, выше 20 тысяч долларов, закроется и откроется новый уже. Вот сегодня выше 20 тысяч долларов, тогда бы нам следовало заходить в лонг позиции. Тем не менее, этого не произошло, поэтому я не могу сказать, что это был какой-то ложный пробой. Правило закрытия и открытия месячного бара все еще можно оставить и за этим следить тоже, как вариант, хотя у нас только открылся месячный бар. Поэтому все-таки давайте мы будем брать более мелкий таймфрейм и попытаемся разобраться, что у нас происходило с ценами биткоина последние 24 часа. Как мы видим, цены образовали здесь на часовом таймфрейме тройную вершину, считайте, бились об этот уровень, бились и бились и бились и бились, а максимум так и не смогли быки преодолеть устойчивое противостояние медведей. В итоге мы получили откат аккурат к уровню 18,5 тысяч долларов, о котором мы говорили с вами в прошлом видео и в позапрошлом видео. Собственно, путешествие от предыдущего уровня к этому уровню мы с вами рассматривали еще в позапрошлом видео, рассматривали как цели. Вчера мы тоже рассматривали дальнейшее движение этих цен. И вчера же я говорил, что считаю, что недостаточно биткоин скорректировался для того, чтобы идти дальше на луну. И не похоже в принципе и по объемам было, чтобы там произошло что-то грандиозное, что-то массивное. Во всяком случае, рынок как бы быки подталкивают цены к этому уровню 20 тысяч долларов. Но там есть масса таких твердо сидящих медведей, которые ни в какую не хотят, чтобы мы выросли выше. Точнее, они в это просто не верят. И они целенаправленно сливают биток именно по этим ценам. Но можете быть уверены, рано или поздно, а скорее рано, уровень 20 тысяч долларов будет пробит и подтвержден. И мои цели такие среднесрочные, которые даже я бы сказал, что это среднее между краткосрочными и среднесрочными. Я думаю, что уже в начале следующего года, если мы пробьем 20 тысяч долларов, то практически в течение месяца примерно биткоин достигнет цены уже в 30 тысяч долларов. То есть он будет, там мы смотрели с вами по уровню Fibonacci. Это вот именно такие цели более ощутимые. Если смотреть по дневке, примерно опираться на этот таймфрейм, то это вот где-то около 30 тысяч долларов. Во всяком случае, сейчас у нас остаются последние, можно сказать, шансы, скорее всего, во всей будущей истории биткоина, когда мы можем купить его дешевле 20 тысяч долларов. И, конечно же, нужно найти цены получше. Мы с вами уже неоднократно рассматривали различные уровни, на которых цены могут задержаться, докуда они могут дойти. И, в принципе, мы уже на исторических примерах с вами рассматривали, что коррекция биткоина при таком буллране на 30-40% вполне себе адекватная величина. То есть мы с вами просто мерили расстояние коррекции от пиковых значений, когда цены отталкивались именно от тогдашнего исторического максимума. Мы смотрели, что там было почти 40% отклонения. И я уже неоднократно говорил, что считаю, что следует закупать биткоин как? Частями. Я это говорил в начале года, когда биток упал до 4,5 тысяч долларов. И это был период до халвинга. Мы там, в принципе, был небольшой шанс небольшого отката. Поэтому я советовал максимально быстро заходить в биток достаточно крупными частями на протяжении 1-2 месяцев. В принципе, мы с вами тогда затарились битком очень по хорошим ценам. Сделали 4 икса в долларе. Это прекрасно. Сейчас, понимаете, напор быков столь силен. Вот я просто смотрю, объемы есть. Все очень красиво. И как бы, да, здесь была коррекция. Считайте, давайте посмотрим ее глубину. Но, как на мой взгляд, она была недостаточно глубокой. Это было, считайте, вот сколько тут? 17%. Ну, маловато будет. Все-таки процентов хотя бы 25 уже можно было бы засчитать. Учитывая то самое огромное просто вертикальное движение, которое у нас длится с первой половины этого года. Тем не менее, важны уровни следующие. 18500, 17200 и вот 13886. Это, по сути, максимум лет от 2019 года. Но я уже говорил, что я бы здесь затарился на уровне 14300 примерно долларов. Основную массу захода, да, денег на заход в биток я бы пускал бы именно на этой сумме. То есть, ну, прям здесь бы я бы уже затарился на хорошую сумму. На этих уровнях можно было, пока мы находимся здесь, можно спокойно, на мой взгляд, заходить. Скажем, вот у вас есть какой-то капитал, скажем, 10 тысяч долларов. Вы можете спокойно раз в неделю заходить, скажем, на полторы тысячи долларов. И не прогадайте. И я думаю, что в ближайшие месяц-два мы все-таки пробьем, даже, может быть, еще и раньше, пробьем уровень 20 тысяч долларов. Вот. Если случится коррекция и вы ее увидите, то мы там спустимся, скажем, до 15 или до 14 тысяч долларов. Здесь долю, еженедельную долю покупки можете увеличить с полутора тысяч долларов, скажем, до трех тысяч долларов. То есть, и таким образом в течение месяца-полутора месяцев вы закупитесь битком. Причем закупитесь его на большую сумму, чем обычно, если он просядет уже к этим уровням. Ну, и самым нижним, на мой взгляд, уровнем, да, следующий важный уровень 12 тысяч, и самым нижним, на мой взгляд, где вот, что бы ни случилось, на мой взгляд, стоило бы заходить на всю котлету в биток, это, конечно же, уровень 10 тысяч 500. Вот. Ну, со стопами, конечно, если там вот уже на всю котлету заходить, определенные стопы должны быть. Хотя, как мне кажется, в фундаментальной этой обстановке, которая есть вокруг битка, просто стратегия усреднения, наверное, бы сработала в долгосрочной перспективе как-то чуть-чуть даже получше. Поэтому это максимально просто, не требует каких-то определенных навыков, просто следите за рынком, а самое главное, следите за моим каналом. Поэтому прямо сейчас я бы вас попросил шмякнуть ему лайк, подписаться, вот, и колокол нажать. И коммент какой-то еще оставить. Выразите свое мнение, куда еще может просеять биток, может ли он просеять. Или все-таки быки додавят этот уровень 20-ку, и мы пойдем с вами в бешеный рост, в бешеное путешествие. Просто пристегните ремни, мы летим на луну и так далее. Вот. Как вы об этом думаете? Напишите в комментах. И, прежде чем, это вот все, что я пока что хотел бы сказать про биток. Как видите, ничего конкретного. Вот есть конкретные уровни поддержки. Сейчас вижу агрессивность быков, и мы можем посмотреть на индикаторы тренда. Здесь, как бы, все достаточно положительно. Давайте мы хотя бы на EMA Ribbons посмотрим. Во всяком случае, индикатор Hash Ribbon еще не показывал нам сигнал на покупку. Это тоже, кстати, следует держать в уме, кто смотрел предыдущие ролики. Завтра, я думаю, картина станет чуть более ясна, для того, чтобы мы с вами могли определять цели более конкретно. Но я вот считаю, что мы будем корректироваться. Еще хотел бы немножко дополнить, что план B, создатель модели ценности биткоина Stock2FX, которая, кстати, вот самая последняя версия, по данным которой к концу следующего года биткоин должен стоить около 228 тысяч долларов, он радуется, что его прогнозы все время сбываются уже на протяжении многих последних лет, в то время как большинство людей, хейтеров, его максимально хейтили даже в начале этого года, когда он говорил, что уже к концу этого года мы будем стоить 20 тысяч долларов. И сколько на него грязи лилась, и мало кто ему на самом деле верил. И вот тут новая красная точка появилась на его графике, которая точно, прям точь-в-точь совпадает с его планированием. Кто еще не ознакомился с этим, я, по-моему, еще в начале года делал обзоры на несколько его моделей вычисления ценностей Stock2Flow. Вот старая Stock2Flow, более новая, второй версии, вот и Stock2FX. В общем-то и он говорит, что мы с вами уже идем выше, мы перешли с вами фазу булурана, новая красная месячная точка на его графике стала выше предыдущей, это круто, но тем не менее он предупреждает, что считает, что рынок сейчас будет очень волатилен, и в нем будут коррекции, как он пишет, вот, например, 35% коррекции может быть запросто, то есть мы будем видеть достаточно волатильный рынок. Вот тут как бы нужно быть на готове. И как бы в случае сценария, если, как вот вчера мы с вами рассматривали, если все-таки биток пойдет выше 20 тысяч долларов, и мы увидим подтверждение пробития этого уровня, то, ну, что уже, куда уже деваться, уже придется заходить по 20 тысяч, кто вышел из битка. Так что, таким вот образом. А теперь, буквально перед тем, как мы продолжим, я хотел бы рассмотреть еще график трона. Сам я лично купил трона, вчера у меня сработал ордер по 163 сатоши. Я купил его чуть больше, чем на, чуть больше миллиона монет, там на 1,66 биткоина. И у меня вот сработал ордер вчера. Почему я его поставил по 163 сатоши? Вот он, кстати, сейчас по 163 сатоши и стоит. Я его поставил чуть выше вот этого важного уровня, 159 сатош. Важен он, почему? Потому что, ну, он, как бы, единственная, самая сильная опора на данных ценах, на которые следует опираться. То есть это и поддержка здесь, и вот сопротивление в этой области. Раз, два. И в этой области, как сопротивление, и поддержка вновь здесь. И здесь тоже вот, если смотреть такой более мелкий таймфрейм, это тоже была поддержка. Если мы обратимся более глобально к этому же уровню, то мы увидим с вами еще больше подтверждений его отработки. Да, то есть, допустим, вот на данном таймфрейме поддержка раз, поддержка два. Здесь две точки, еще три, четыре. Ну, здесь он не доходил чуть-чуть до этого уровня, хотя тоже это можно считать, засчитать тоже за точкой соприкосновения. То есть, как вы видите, это один из массивнейших уровней, которые есть на сегодняшний день у трона. И чаще всего этот уровень не пробивался ниже. И если же и пробивался, как в этих точках, то, ну, не особо-то и далеко. Да, то есть, если брать от 159, здесь нижняя точка 135 за то, что это вот, давайте посчитаем, это получается на 15%. То есть, 15% риска присутствует при покупке на данном уровне, при потенциале получить прибыль в несколько сотен процентов относительно биткоина. Да, то есть, я хочу напомнить, что это график трона относительно биткоина. Если биткоин будет расти, то, соответственно, относительно доллара это будет еще большее количество процентов. Покупаю я трон не просто так, не потому, что там даже выходила новость по битторенту. Вчера они запартнерились с Huawei. Это действительно круто. Объемы тут как-то очень интересно начало происходить. Еще до выхода новости публично, вот если мы переключимся на часовой таймфрейм, еще до выхода новости. Обратите внимание, как странно себя ведет трон по объему, по крайней мере на бирже Binance. Вот смотрите, объемы как резко здесь возросли, при всем при этом цены особо-то и на эти объемы не реагировали. Возможно, на бирже Binance были включены в какой-то режим боты, потому что Binance грешит очень сильно манипуляциями на рынке. Но во всяком случае, пробыв в таком режиме почти сутки, там чуть меньше, потом объявили о новости и нас битторент прям дал взрыв. Но не скажешь, что прям очень большой, 33% по отношению к доллару. Сейчас он пошел на коррекцию и ударился вот как раз таки об этот уровень. Здесь вот есть у нас касания достаточно много, которые преодолели только с четвертого раза локально за последнее время. Видите, какие здесь объемы были. Это то, что по битторенту. Я думаю, что он еще тоже вырастет, но в первую очередь я обращаю внимание на трон как мать всех битторентов. Я хочу напомнить, что трон это по сути упрощенная версия эфириума. То есть Джастин Сан спиздил технологию эфира. Извините за выражение, но просто по-другому я это никак не могу назвать. За что Виталик Бутерин на него очень зол. Хотя Джастин уважает Виталика за то, что он, проделав свою работу, позволил ему на этом заработать, не проделав похожую работу. И вот битторент это по сути токен на базе блокчейна трона. Вот как на эфире есть огромное количество токенов, когда ICO проходили и даже сейчас их много создается. Точно так же и обстоят дела и с троном, и с битторента. Правда и тот и другой принадлежат Джастину Сану. Потому что Джастин Сан деньги участников, заработанные посредством краудфандинга, ICO или манипуляции на рынке с троном, он вкладывает в различные предприятия. Таким образом в экосистеме трона есть часть владения биржи Palonex, которая была самой популярной, одной из самых популярных до появления Binance. Это еще был 2017 год, это была одна из моих любимых бирж. Я любил торговать на Kraken и на Palonex. Вот часть Palonex сейчас принадлежит экосистеме трона. Сам битторент был выкуплен экосистемой трона. Я думаю все вы пользовались или пользуетесь битторентом, так вот знаете, это тоже входит в экосистему трона. И все эти дела находятся на базе блокчейна трона. И там у трона достаточно, сейчас такая неплохая фундаментальная площадка готовится. Ну и плюс, как вы видите, он на своих низах. Плюс у него здесь есть такая массивная поддержка в виде вот этого уровня 159 Сатош. Это сама по себе интересная инвестиция. Плюс ко всему я делаю, у меня просто трон есть в рамках игры Just Game. У меня здесь его больше миллиона, 1 миллион 132 тысячи трона. Это считайте где-то тысяч на 35 долларов, даже на 40 тысяч, примерно около того. Плюс я еще купил его чуть больше миллиона. И в общей сложности у меня тысяч на 70 долларов сейчас есть трон. Купил вторую вот эту я часть для того, чтобы вложиться в новый проект, который стартует 15 декабря, который называется Endotec. И это будет грандиознейший просто проект, который, мне кажется, он будет на смарт-контракте трона. И мне кажется, что это будет масштаб уже такой, что, возможно, это будет самый-самый-самый масштабный смарт-контракт с самым большим оборотом и количеством пользователей за всю историю вообще всего блокчейна. Вот такая интересная штука стартует 15 декабря. И ажиотаж, я вам хочу сказать, не детский. Вот, собственно, наш чат по данному проекту. Ссылку, кстати, на него вы можете найти в описании. Нас уже здесь 623 человека. 623 человека нас здесь набралось. И здесь также присутствует много сетевиков, у которых есть свои отдельные чаты. Поэтому только наша команда MyTeam на текущий момент за 5 дней развития она уже достаточно внушительна. У нас впереди еще есть 2 недели. Я думаю, что нас только здесь в этом чате наберется больше 1000 человек. Может быть, даже 1,5 или даже 2000 человек. Я уже вчера объявлял о том, что скоро выложу условия по розыгрышу Rolex. В общем-то, в этот проект я буду вкладываться. Я уже делал на него обзор. Кто еще не видел, я оставлю ссылочку в описании. Подробная была презентация. На моем лайв-канале обязательно смотрите. Обязательно добавляйтесь в чат. Я думаю, что здесь можно будет заработать хорошие деньги. Разбирайтесь во всем этом. Ссылочка, как только откроется проект, как только запустится регистрация, ссылка в этом чате появится. Ну, должно быть, одна из самых первых во всем мире. А тема эта действительно просто международных масштабов. Здесь есть все. По большей части сейчас здесь превалируют граждане США. В США очень много японцев. Очень сильные команды из Японии сюда заходят. Европейские лидеры. Ну и мы немножко, как СНГ, немножко от них отстали. Хотя мы наверстываем упущенное. Нас уже достаточно много, а до старта будет еще больше. Поэтому я надеюсь, что СНГ тоже займет свою нишу в рамках этого грандиозного предстоящего уже 15 декабря проекта. Поэтому не упускайте свой шанс, изучайте, смотрите, заходите в чат, задавайте вопросы и так далее. Собственно, все это для жирного профита, которого я вам и желаю. А на этом у меня все. И увидимся с вами завтра. Завтра мы разберем эфириум. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!